Здравствуйте, друзья! С вами Чеширский Кот. И сегодня не свойственна мне тема происшествия в Явлановке. То есть, вот, ну что же поделать, если они произошли за окном у меня как бы. Вот, наверное, вы видели ролик, который облетел в соцсети, то есть Одноклассники, Контакт, а может быть еще в каких-то местах было это выставлено, я не знаю точно. Но, как бы, это стали обсуждать. И это все произошло 13 октября 2018 года. То есть, ехал свадебный кортеж по Гагарину, мы вышли на балкон посмотреть. Ну, это как бы произошло. Такой инцидент произошел. То есть, для многих шокирующий. Очень. По ракурсу камеры можно понять, что снимают с ЖК Компаньон Сити, которая напротив меня, так по диагонали чуть-чуть, направо находится. Вот так эти режиссеры, горе операторы, во-первых, как бы, сняли ролик, вон, не весь, выставили в интернет, как бы, вырвали из контекста середину, где была стрельба, как ехал кортеж, то есть, вот это все, и отправили в соцсети. А сейчас сотрудники Тахтамукайского района изучают эту запись. То есть, а что там изучать? Там из середины вырвано, там, ну, там даже ни начала, ни конца нет. Ну, как бы, самое основное есть. Стрельба два раза, да. Что они там видят, я не знаю. То есть, там даже не видно, что мы стоим на балконе. Это, наверное, уже, как бы, после этого было. Я не знаю точно. То есть, выставили они вот это все дело. И вот теперь сотрудники Тахтамукайского района Республики Адыгей изучают вот это вот видео, проводят проверку. Ну, я не знаю, зачем они это сделали. Они так возмущались там и на других сайтах по происшествиям Краснодарского края. То есть, вот эта вот тема идет. Вот, 13 октября 2018 года, как бы, все происходящее мы видели. Сначала до конца мы стояли на балконе, но не снимали. Так как не все надо выкладывать в интернет, все, что ты видишь. То есть, нужно думать, может быть, кому-то это навредит, может быть, это приведет к каким-то, ну, как бы, негативным последствиям. А на самом деле, сама тема выеденного яйца и не стоит, как бы. Ну, так вот. Ну, то есть, я считаю, что люди, которые любят контролировать и указывать, не давать советы там даже, вот просто какие-то советы, когда кто-то дает тебе, когда ты не спрашиваешь, тебя бесит, да. А вот еще есть такие, которые указывают прям вообще, как тебе делать, как тебе жить, то есть, почему именно так. Вот они приехали, а я не знаю откуда, да, в чужую республику. И они указывают, как бы, можно вот это делать или нельзя это делать. Ребята, это их дом, это республика Адыгея. И они здесь привыкли, испокон веков, постоянно, как бы много лет, у них традиции, у них, они справляют праздники на определенный манер, у них по-своему. Почему, например, я вот должна приехать куда-то, да, и указывать там? Вот вы просто возьмите и проведите параллель со своим домом. Ну, вот вы, представьте, что вы, например, пришли к соседу и начинаете там указывать. Ой, ты, Вася, не так поставил шкаф. Ой, так, наверное, неудобно. Да нет, точно неудобно. Вот я смотрю, то есть, это смотрите вы. Вы указываете у себя дома. Как вам нравится, так вы и делаете. Почему вы пришли к кому-то, только что приехали, да, и начинаете. Вот, да это такое, да это неправильно, да как так можно. То есть, это вот бабки сидят на лавочке. Вот, Ксюша надела слишком короткую юбку, да, так нельзя делать. Или там, Петя там подстригся как-то не так, или что-то еще. Кто с кем общается, кто с кем ходит. Вот это вот из этой же серии, по-моему, да. Вот, и я не понимаю, это, ну, как бы такая тема, что люди, вот, сами по себе, как бы, не уважают других людей. Вот, уважайте свободу других людей. То есть, вот, вы просто представьте, что я прихожу к вам домой и указываю, где вам поставить стол, какие шторы купить, какого цвета и так далее. Ну, вот вам вообще это нужно? Вот это то же самое. Уважайте друг друга и каждому свое. У вас пусть будет так, у них пусть будет так. И не они приехали к вам, а вы приехали к ним, понимаете? Это же так просто. Я не понимаю. Вот, вот такие люди, которые начинают, как бы, представлять свое мнение, как единственно верные. Начинают, вот, они все навязывать. Они начинают, мы не согласны. То есть, как вы, может быть, не согласны, когда вы пришли к тому человеку, с кем вы не согласны, как он живет? Ну, это же прям, ну, какая-то глупость. Это примитивность мышления. Это, я не знаю, откуда вы приехали там из компанию Сити? Кто снимал вот это? Спросите себя, а знаю ли я, как правильно жить или поступать? Глубоко так себя спросите. Ответ нет. Ну, вы согласны, что ответ нет? Могу ли я утверждать, что мое мнение единственно верное? Нет. Подумайте об этом. И вообще, как бы, такого нет. Все люди разные, у всех свое. И просто развели суматоху куры в курятнике. Именно суматоху. Потому что это просто кипиш такой, ни о чемный. Он не приведет ни к чему. Абсолютно. Это просто смешно. Просто, ну, просто смешно. Ребята у себя дома. И еще раз вам повторяю. Ничего плохого они этим никому не делают. Они стреляют на свадьбах у себя. Это радость, они так выказывают. То есть, и это длилось у них на протяжении долгого времени. Это традиции. И это, наоборот, очень интересно. Поэтому, наверное, и существует конфликт местных и понаехавших. Потому что люди, приезжающие, начинают указывать, ставить свои рамки. Какие-то устанавливают свои правила какие-то куда-то. То есть, ну, это же... Ребят, мне за вас тут прям стыдно. И сейчас я вам покажу ролик, который я снимала на следующий день. Это был пожар. Вот почему-то пожар никто не снял. И никто не обсуждал его, как горели поля. Да, ну, я считаю, что это опасно тоже очень. Потому что пожар был за складами у нас тут в Яблановке. Там и горючка, и дерево, и очень много всего. Вот это никто не снял почему-то, да? А я сняла не для того, чтобы показать вот это все, да? На Ютубе, например. А просто показать друзьям. Но потом, когда я на следующий день открыла интернет и увидела вот эту тему всю, со стрельбой на свадьбе, то есть, я даже не успела показать своим друзьям. И вот я сейчас вам покажу пожар. Ну, то есть, вот, компанию Сити пожар не снимала. Это не важно вообще, да? Что тут все поперегорят там. А вот что еду стреляет, это очень страшно, да как так можно, да это же вообще уголовное дело. Вот это вот все, то есть. Там ролик, правда, несколько секунд, очень мало. Но я представляю, что бы они могли там наговорить, если бы ролик был, например, хотя бы 5 минут, что там они как, как они там возмущаются все. Ставят себя в дурацкое положение, делают у себя дураков, то есть. Смотрите, это вид из моего окна. Что-то вот горит, очень сильное пламя. То есть, это очень далеко, и мне видно эти высокие языки пламени и дым. У меня увеличено на самую большую. Вот, смотрите, это Тургеневское шоссе дальше идет. Вот, потом вот эти вот желтые боксы, торговая площадь и склады там разные. Деревообрабатывающие. Ну, вот я, я вам снимала недавно это все. Дешевый магазин фруктов и овощей. Вот за ним еще территория лесная такая, трава. Вот, я не знаю, то ли это поля горят, то ли это пожар какой-то серьезный. То есть, он распространяется очень-очень быстро. В левую сторону туда. То есть, вначале не было видно ничего, просто дым. И из-за дома, вот из-за этого, который напротив, форвард застройщик, который, из-за этого дома не видно. То есть, справа где-то, вдалеке, налево, как бы, шел дым. А потом оттуда появились языки пламени, и вот они все ближе и ближе, вот они уже посередине находятся. Я не знаю, что это горит. Может быть, что-то серьезное. Вот, уже стемняло. И не гаснет пожар, не затухает, как бы, а все сильнее разгорается. Смотрите, какая большая территория уже горит. Дым вообще черный. И вот, смотрите, еще больше. Там разные склады, все что угодно может случиться, я вообще не знаю. Зарево такое пожару, смотрите. Вот это, смотрите, Гагарина улица. Ну, смотрите, где это точно. Вон там компаньон Сити. Это форвард. Это Гагарина. Вот, смотрите, где это. Это вид балкона. Вот луна. Уже темно, стемнело. Вот, смотрите, там. Вдалеке пожар. За складами. За базами, за этими. Как вы увидели, ссылка у меня в описании будет сейчас. С этой стрельбой на свадьбе. С вами был Чеширский год. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok